Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И поэтому это вот именно такая интернациональная ментальность и народы себя сохранили. Были печальные события, когда были гонения на мусульман времена Ивана Грозного, Петра I, Пугачевское восстание, которое преподносится как война крестьянства, на самом деле была национально освободительной. Потому что все народы, как один старик, выступили против царского режима, и хватило ума Екатерина II сделать радикальные изменения и в общем-то уравне права всех русских народов, как они называли, и все религии, все конфессии. Тогда начался как бы ренессанс. Но в XIX веке тоже были попытки, давление на мусульман, но был период и подъем. Но татары, что и другие мусульманские народы, они как бы жили всегда вместе, всегда поддерживали контакт, особенно интеллигенции, очень редко поделились. Когда они родились, то знали, появилась мощная интеллигенция, стали издаваться газеты, печатались книги, мощнейшая типография, но мой праздник, по-моему, это было владельцем этой типографии, основателем этой фирмы. После революции, конечно, тоже были печальные события, но я что хочу сказать. Даже во времена СССР, все-таки возможностей национального развития было больше. Именно вот после перестроечный период, период глобализации, когда началась массовая миграция населения, народ сталкиваться в Россию и пошли покидать места, традиционные места обитания. Когда вы говорили о ЕГЭ, ну, наверное, имело смысл вести ЕГЭ как дополнительный балл национальных республик, когда бы национальные кадры оставались бы на месте. Это было бы привлекательно, потому что вот это рассеивание, люди должны все-таки держаться своей Родиной и своих, насколько, традиционных местописаний. Не потому что они дружили, а потому что надо больше всего сохранять свой стратег. Если, как говорится, у себя не сгодился, то и там не пригодится. Поэтому хочу еще привести вот уже немного говорить о таких эссимистических вещей, негативных. Но хочу ответить и Кукбарский район, откуда, в общем-то, мои корни, по отцу. Там такая ситуация сложилась, что, ну, татар, конечно, там больше, но все, и русские, и чуваши, и удбурцы, все великолепно говорят по-татарски гораздо лучше, чем коренные казанские татары в городе. Более того, там ведется очень грамотная национальная политика по отношению к другим национальностям. Самая лучшая, самая прогрессивная школа в Узмуртске, признанная в России, находится в Узмуртском районе. И дети там владеют действительно не просто так. Они учатся на узмуртском языке. Владеют татарским, русским, определенным учением. Поэтому примеры есть. Наверное, все-таки надо посмотреть, углубиться в историю, посмотреть, как это делается на Западе. С чиновниками надо бороться, конечно, с бюрократами, с бюрокционерами, но все-таки надо работать на всех городах. Как по законодательным, так и на месте. Еще раз обращаю внимание, язык должен быть в семье. Его развивать надо, конечно, в учебных заведениях. Но если языка в семье нет, то это никогда уже не возродится. Поэтому уж родители, молодые, которые постарше, должны проявить максимум импорства, может быть, даже дисплотизм по своим детям, но, в общем-то, должны заставить их учить татарский язык. Ну, меня так воспитывали в Москве, мы свою дочь, мы разговаривали с ней до 5 лет. У меня был вопрос, первый, национальный вопрос, к отцу. Я прихожу из детского сада и спрашиваю, почему я говорю, Ильдар, они, Сережа, Петя, Саше, а я один Ильдар. Потому что они русские, а ты так нравится. Ну, я говорю, а почему я не русский? Я получил за трещину. И с тех пор это все искусило. Может быть, не такие методы хороши. Когда маленькие, они быстро понимают. Сами, когда маленькие, они быстро понимают. Продолжение следует... 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 То же самое можно сказать о руководителях наших правоохранительных органов. ФСБ, Бортников, МВД, прокуратура. Это настоящие савинисты империи. Для них мы люди второго сорта. Нам нельзя в этих условиях находиться в иллюзии. Мы должны четко понимать, как к нам относятся, чего мы должны ожидать. Но не прекращать свои борьбы. Борьбы даже не за наши с вами права, а за права тех, кто еще не родился. Или те, кто родился, еще ходят под столом. Потому что главная цель, главная задача наша – это сохранить наше народное. И язык, конечно, это основное средство. В общем, я считаю, что наше дело правое, мы должны победить. Я со своей стороны хотел предложить, может быть, не все решатся на это. Но вы выдвинете со своей стороны. Поищем на Кавказе людей. В общем, нужно подготовить и издать не белую, а черную книгу. Черную книгу вот этой уродливой национальной политики. В них будут изложены факты, описаны процессы, сделаны выводы по той политике, которая ведется по отношению к нам, к коренным народам, национальным. Почему это нужно? Потому что наши голоса очень плохо слышны за рубежом. Многие относятся к американцам, к Европе, плохо. Даже среди наших современников. Это ошибка. Нам нужны союзники везде. Потому что против нас ведется война. Это война не объявленная. Это война нигде не афишируется. Но это война. Почему? Потому что носители языка уничтожаются, они сами умирают. Люди, которые себя относят к татарам, башкирам, бурятам, ябхудам и так далее. Не, ябхуды нет, немножко другое. С каждым годом их становится все меньше. То есть количество уменьшается. Естественный опыт. Значит, что-то происходит, это вот как раз проявление вот этой скрытой войны. Я считаю, что ради своего народа, ради будущего своего народа, мы должны сбросить с глаз вот эти синие очки и все-таки начать бороться. Не упрашивать, не стоять, не стучаться скромно в двери, а бороться. У нас есть законы на это полномочия. То есть, в принципе, законы, они несовершенные, но их нужно использовать. И международное сообщество нужно использовать. Кстати, вот я вижу прямую, прямое неравенство. Есть при президенте закон, вернее, совет по русскому языку. Почему нет совета по народам России? Потом, вы все читали и закон о языках народов России, и закон о государственном языке. Уже там заложено неравенство. В Конституции, так и в Украине, вспоминалось слово, дискриминацию. И мы ничего не делаем. Значит, нужен правовой анализ актов, всех законодательных и нормативных актов, которые касаются национального развития, не только языка. Язык – это только часть большой продукции. Вот желательно, чтобы совместно, это будет какой-то совет, может быть, там, конденсионный, который бы занялся подготовкой вот этих документов. Может быть, это будет один документ, но это сделать не нужно. И еще нужно сформулировать основы бюджетной политики.